Вот вы когда про Раймонда Пауэллса упомянули, наверное, невозможно было делать это без, ну, хотя бы имиджа Лаймы Вайку или без самой... Концерт? Да. Вы знаете, нет, ну, я говорю там, я веду эту историю, рассказываю какие-то истории, ну, естественно, говорить о Раймонде и не сказать, что какие-то его песни пела Вайкуль, Пугачёва, я честно говорю, я говорю, меня может устраивать или не устраивать то, что они говорят сегодня, в основном не устраивать, но то, что они сделали его имя популярным, а он сделал им имя в каком-то смысле более узнаваемым, да, потому что Лайма пела в знаменитом кабаре, который был в Юрмале, и Раймон был музыкальным руководителем там и так дальше, но потом она стала во многом знаменитой благодаря его песне, ну, и своему дарованию. Понятно, понимаете, сегодняшнее время не должно влиять на то, как мы вспоминаем историю, но не должно оно на это влиять. Еще раз повторю, не могу согласиться с тем, с теми высказываниями, да, которые позволяют себе многие люди, но сказать, что их не было в истории в это время, ну, это довольно глупо. Вот надо ли отделять продукт, условно говоря, от создателя, то есть, ну, вот, ну, я всегда там, я вот в разговоре, там, с Пиакомом, Багнера, и его антисемитист приводил, то есть, мы можем слушать по полету Валькирии, абстрагируясь от того, что композитор был антисемитом, то есть, вот это необходимо, вот это всегда разводить, или в общественном сознании все равно вот эта смычка происходит? Ну, смотрите, в Израиле, например, Вагнера долгое время вообще не исполняли, как и у нас, кстати сказать, не исполняли. Из тех же соображений, потому что это любимый был композитор Фюрера? Ну, потому что он любимый композитор Фюрера, потому что он был антисемитом, для израильтян это было... Нет, у нас я не видел, не исполняли. Невозможно, у нас, ну, конечно, это ассоциировалось, прежде всего, с Третьим Рейхом, там, и так далее. Ну, как бы, мне кажется, что нельзя так узко идеологически подходить к художнику, потому что, ну, если мы говорим там об антисемитизме, то и, в общем, Николай Васильевич Гоголь и Федор Михайлович Достоевский тоже не жаловали евреев. Про Воголя не знал процесс в этом общении. Ну, не жаловали, да, могу назвать ряд других там писателей, но от этого они не становятся менее, их тексты не становятся от этого менее великими, так сказать. Это очень сложный вопрос, он не решается банально. Я помню, в 1964, по-моему, году, а может быть, в 63-м, 64-м, наверное, в Москву приезжал Гамбургский театр Талия. Они привозили Фауста Гёте. В Мефистофеле играл Гюстав Грюнгенс, любимый актер Гитлера, руководивший немецким Дойче с театром в Берлине во времена Третьего Рейха, который, в общем, сумел там каким-то образом доказать во время разбирательств уже послевоенных, что он не был активным участником гитлеровской политической системы, но тем не менее, да, он был, так сказать, поражен в правах определенно, он был великим артистом. Вот я сейчас говорю просто, понимая, про него, кстати, Клаус Манн, сын Томаса Манна, написал замечательную поиск, которую он называл «Смефисто». Был такой фильм. Да, конечно, да. С Брандауэром, да? Да, да. Он был выдающимся артистом. Вот пример, вот просто пример. Это не... А эти публицисты Марина Леско говорят, что талант не облагораживает своего носителя. Нет, да, да, да. Да, 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 да. Это, наверное, гений и злодей, что все-таки иногда совместим. Да, я думаю, что здесь Александр Сергеевич ошибся. Ну, он был все-таки... Каждый имеет право на... Приветствую вас, друзья. Меня зовут Евгений Додолев. В эфире программа «Золотая революция».